30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Изменины и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающихся продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля России с северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Противник несет значительные потери. 28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе города Днепропетровск. За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригадой территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, 6 единиц бронетанковой и автомобилей техники, более 1000 артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК. Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава. В результате огневого поражения позиций Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка ДНР безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотных бригад составили более 50%. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности. Из-за высоких потерь и недовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров. Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В высокоточном оружии МВКС России уничтожены 5 складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск, Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут ДНР. Живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины 34 районов. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием МВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районах Светлодарская и Авдеевка, а также два артиллерийских взвода «Гиацин-Б» в районе Авдеевки ДНР. Оперативно-тактическая и армейская авиация ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбиты в воздухе два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкая Днепропетровской области и Архангельская Херсонская область. Уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М-1» на огневой позиции в районе Одессы и радиационная станция ЗРК «С-300» в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Софиевка ДНР, а также 9 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Петровеньки, ДНР, Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога, Харьковская область. Кроме того, перехвачены 5 реактивных снарядов системы залпового огня в районе Стаханово Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный. Всего с начала проведения специальной войны операции уничтожены 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин и реактивных систем залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники.